Приезжая в сумерки, я иногда заставал ее на диване только в одном шелковом архалуке, отороченном соболем. «Наследство моей астраханской бабушки», — сказала она. Сидел возле нее в полутьме, не зажигая огня, и целовал ее руки, ноги, изумительное в своей гладкости тело. И она ничему не противилась, но все молча. Я поминутно искала ей жаркие губы, она давала их, дыша уже порывисто, но все молча. Когда же чувствовала, что я больше не в силах владеть собой, отстраняла меня, садилась и, не повышая голоса, просила зажечь свет, потом уходила в спальню. Я зажигал, садился на вертящийся табуретик возле пианино и постепенно приходил в себя, остывал от горячего дурмана. Через четверть часа она выходила из спальни, одетая, готовая к выезду, спокойная и простая, точно ничего и не было перед этим. Куда нынче? В метрополь, может быть? И опять весь вечер мы говорили о чем-нибудь постороннем. Вскоре после нашего сближения она сказала мне, когда я заговорил о браке, нет, в жены я не гожусь, не гожусь, не гожусь. Это меня не обезнадежило. Там видно будет, сказал я себе в надежде на перемену ее решения со временем и больше не заговаривал о браке. Наша неполная близость казалась мне иногда невыносимой, но и тут, что оставалось мне, кроме надежды на время? Однажды, сидя возле нее в этой вечерней темноте и тишине, я схватился за голову. Нет, это выше моих сил. И зачем? Почему надо так жестоко мучить меня и себя? Она промолчала. Да, все-таки это не любовь, не любовь. Любовь. Она ровно отозвалась из темноты. Может быть. Кто же знает, что такое любовь? Я, я знаю, воскликнул я. И буду ждать, когда и вы узнаете, что такое любовь. Счастье. Счастье, счастье. Счастье наше, дружок, как вода в бредне. Тянешь, надулось. А вытащишь, ничего нету. Это что? Это так Платон Каратаев говорил Пьеру. Я махнул рукой. Ах, бог с ней, с этой восточной мудростью. И опять весь вечер говорил только о постороннем, о новой постановке художественного театра, о новом рассказе Андреева. С меня опять было довольное того, что вот я сперва тесно сижу с ней в летящих и раскатывающихся санках, держа ее в гладком мехе шубки. Потом вхожу с ней в людную залу ресторана под маршей заиды. Ем и пью рядом с ней, слышу ее медленный голос, гляжу на губы, которые целовал час тому назад. Да, целовал, говорил я себе, с восторженной благодарностью, глядя на них, на темный пушок над ними, на гранатовый бархат платья, на скат плеч и овал грудей, обоняя какой-то слегка пряный запах ее волос, думая, Москва, Астрахань, Персия, Индия. В ресторанах за городом к концу ужина, когда все шумнее становилось кругом в табачном дыму, она, тоже куря и хмелея, вела меня иногда в отдельный кабинет, просила позвать цыган, и они входили нарочито шумно, развязно, впереди хора с гитарой, на голубой ленте, через плечо старый цыган. В казакине с галунами, с сизой мордой утопленника, с голой, как чугунный шар, головой, за ним цыганка запевала, с низким лбом под дыгтярной челкой. Она слушала песни с томной, странной усмешкой. В три, в четыре часа ночи я отвозил ее домой. На подъезде, закрывая от счастья глаза, целовал мокрый мех ее воротника, и в каком-то восторженном отчаянии летел к красным воротам. И завтра, и послезавтра будет все то же, думал я, все та же мука, все то же счастье. Ну что ж, все-таки счастье, великое счастье. Так прошел январь, февраль, пришла и прошла масленица. В прощенное воскресенье она приказала мне приехать к ней в пятом часу вечера. Я приехал, и она встретила меня, уже одетая в короткой каракулевой шубке, в каракулевой шляпке, в черных фетровых ботиках. «Все черное», — сказал я, входя, как всегда радостно. Глаза ее были ласковые и тихие. «Ведь завтра уже чистый понедельник», — ответила она, вынув из каракулевой муфты и давая мне руку в черные лайковые перчатки. «Господи, владыка живота моего, хотите поехать в Новодевичий монастырь?» Я удивился, но поспешил сказать «хочу». Что ж все кабаки да кабаки прибавила она. Вот вчера утром я была на Рогожском кладбище. Я удивился еще больше. На кладбище? Зачем? Это знаменитое Раскольничье. Да, Раскольничье. Да, Петровская Русь. Хоронили ихнего архиепископа. И вот представьте себе, гроб, дубовая колода, как в древности, золотая парча, будто кованная, лик усопшего закрыт белым воздухом, шитым крупной черной вязью. Красота и ужас. А у гроба диаконы с репидами и трикириями. Откуда вы это знаете, репиды, трикирии? Это вы меня не знаете. Не знал, что вы так религиозны. Это не религиозность. Я не знаю, что. Но я, например, часто хожу по утрам или по вечерам, когда вы не таскаете меня по ресторанам, в кремлевские соборы. А вы даже не подозреваете этого. Так вот, диаконы, да какие! Пересветы ослябя. И на двух клиросах два хора тоже все пересветы, высокие, могучие, в длинных черных кафтанах, поют, перекликаясь. То один хор, то другой. И все в унисон, и не по нотам, а по крюкам. А могила была внутри выложена блестящими еловыми ветвями. А на дворе мороз, солнце, слепит снег. Да нет, вы этого не понимаете. Идем. Вечер был мирный, солнечный, с инием на деревьях. На кирпично-кровавых стенах монастыря болтали в тишине галки, похожие на монашенок. Куранты то и дело тонко и грустно играли на колокольне. Скрипя в тишине по снегу, мы вошли в ворота. Пошли по снежным дорожкам по кладбищу. Солнце только что село, еще совсем было светло. Дивно рисовались на золотой эмале заката с серым кораллом сучьи в инии. И таинственно теплились вокруг нас спокойными, грустными огоньками неугасимые лампадки, рассеянные над могилами. Я шел за ней с умилением, глядел на ее маленький след, на звездочки, которые оставляли на снегу новые черные ботики. Она вдруг обернулась, почувствовав это. «Правда, как вы меня любите!» сказала она с тихим недоумением, покачав головой. Мы постояли возле могил Эртеля, Чехова. Держа руки в опущенной муфте, она долго глядела на чеховский могильный памятник, потом пожала плечами. Какая противная смесь сусального русского стиля и художественного театра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...